Powerlifting происходит от английских слов power, сила и лифтинг поднятие. Исходя из названия, становится ясно, какие задачи ставит перед собой этот вид спорта. Стать максимально сильным с помощью тренировок своего тела. Речь идет не только о мышечной массе, но и о моральных преодолениях во время тренировок, о постоянной работе над своей волей. Мужчин такая сила бесспорно красит, а накачанное тело только плюс к мужественному образу. А вот когда представители женской половины населения, слабые, хрупкие и утонченные поднимают тяжести, напрашивается вопрос, для чего им проявлять такую силу. Вроде бы девушки должны быть хрупкие, нежные, но иногда и сила нужна. А в принципе, интересные люди, с которыми можно пообщаться. Ну и, естественно, здоровый образ жизни. Более ста спортсменов со всех уголков страны приняли участие в открытом чемпионате. С самого утра, 26 октября, в Брестской областной школе высшего спортивного мастерства собрались участники соревнований, среди которых как матерые тяжелоатлеты, так и совсем новички. Каждый выступал в своей весовой категории. Среди мужчин категорию 8 – от 59 кг до 120 кг, у девушек 6 – от 48 кг до 80 кг. Пауэрлифтинг состоит из трех движений. Это приседание со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Спортсмены начинают с приседания, затем идет жим и потом становая тяга. То есть три упражнения, затем лучшие килограммы в каждом движении суммируются и выявляются таким образом победители. К этому чемпионату спортсмены готовились не один день. Много тренировались, придерживались определенной системы питания, во многом себе отказывали. Результат налицо – бицепсы, трицепсы, уверенный взгляд. На достижение такого эффекта порой уходит не один год. Ходил в тренажерный зал, был маленьким, худеньким, захотелось стать сильным и большим. Ходил, занимался. А затем я увидел, что есть такой спорт сильных, как пауэрлифтинг. Ну, я решил попробовать себя, мне понравилось, до сих пор занимаюсь. Пауэрлифтингом занимаются спортсмены разного возраста. Как правило, лучше всего они раскрываются после 30. К этому времени многие уже хорошо знают, на что способен их организм и стараются прислушиваться к нему, чтобы максимально раскрыться в спорте. Но часто пауэрлифтерами владеют желание в сжатые сроки добиться высоких результатов, прежде всего внешних. И поэтому они начинают злоупотреблять биологическими добавками, что при неразумном подходе может подорвать здоровье. Если ты занимаешься правильно, питаешься, правильно отдыхаешь, восстанавливаешься по методике определенной, то это, конечно, здоровье. А если чересчур, и как многие еще стараются принимать какие-то препараты, это, конечно, я думаю, не очень полезно. Несмотря на то, что пауэрлифтинг требует финансовых и временных затрат, с каждым годом желающих принять участие в соревнованиях становится все больше. И тот факт, что серьезный спорт требует серьезного к нему подхода, спортсменов не останавливает.